Рассказ Михаила Пришвина «Как заяц сапоги сел». Нынешний председатель колхоза в Меринове Иван Яковлевич – великий мастер подвывать волков. Своеверные люди думают даже, что если нет в округе волков, на его вой приходят и отзываются. В этом охотничьем деле он был учеником известного по всей нашей области мага и волшебника охоты Филата Антоновича Кумачева. Проезжая на днях возле Меринова, мы завернули к председателю чайку попить и, кстати, узнать, благополучно ли теперь поживает друг наш Филат Антонович. Так пришли мы в избу, поздоровались, сели за стол и, конечно, с охотником то все. Про охотничью жизнь, что в начале войны охотничьи ружья почему-то отобрали, а теперь вернули. Не значит ли это, что война скоро кончится? Вам-то, Иван Яковлевич, спросили мы, вернули ваше ружье? — Вернули, — сказал он с горечью, — только поглядите, в каком виде вернули. Мы поглядели на свет стволы. Ни одной царапины, раковины, и только в левом патроннике две, не имеющие никакого значения царапинки. Ясно было, что царапинки были предлогом, чтобы похвалиться перед нами уходом своим за любимым оружьем. — Такое ружье, — сказал хозяин, — и такое обращение. Царапинки не имеют никакого значения. — Вам это царапинки, а мне раны, — ответил хозяин. — Это ружье дорогое, — поддержала мужа жена его, Авдотья Ивановна. — Это ружье стоит, пожалуй, рублей тысячу двести. — Что? — огрызнулся хозяин. Жена поняла по строгому голосу, что ошиблась, и стала заботливо вытаскивать им муху из меда. А Иван Яковлевич покачал головой с ехидной улыбкой и сказал своей почтенной и любимой жене, что не бабьему уму, так сказать, судить о таких вещах, как охотничье ружье, и что есть вещи на свете драгоценные, и есть, которым и быть не может никакой абсолютно цены. — Это ружье, — сказал он значительно, — вещь неоценимая, мне подарил его сам Филат Антонович Кумачев. И тут мы с большой радостью узнали, что не только жив и здоров наш старый друг и охотник, но еще и ведет за собой самый отчаянный партизанский отряд из своих друзей-охотников. — В такие-то годы, — подивились мы, — а что ему годы, — ответил Иван Яковлевич. — На то и есть мужественный человек и герой, чтобы годы свои красть. Не берут его годы. Председатель наклонился в сторону под плечи и сказал туда, под печи, тихо и ласково, — Руйска, Руйска. И как только вымолвил председатель это слово, из-под печи вышел здоровенный матерый заяц-русач. — Вот, товарищи, — сказал Иван Яковлевич, — этот заяц не просто русак. Прошлый год я поймал его, был меньше кошки, держал в кадушке, на капусте вырастил, а когда осенью хотел к празднику зарезать, что-то в этом заяце мне показалось. Пожалел. И вот через этого заяца владею теперь ружьем. Значит, — сказали мы, — не ружье принесло заяца-охотнику, а заяц-ружье. Кроме шуток, — ответил Иван Яковлевич, — истинно так. Через этого заяца именно я свое ружье получил и рассказал нам историю, как заяц-руська у начальника партизанского отряда Кумачева съел сапоги. Было это на переломе войны, когда немцы подходили к Москве, и их артиллерийские снаряды стали так недалеко ложиться от Меренова, что один попал даже в пруд. В это время отряд Кумачева задоился в лесном овраге, а сам начальник, Филат Антонович, пришел ночевать к своему ученику, председателю Ивану Яковлевичу. — Какой же он стал теперь, Кумачев, в партизанском-то виде? — спросили мы с интересом. — А что, такой же, как был, — ответил Иван Яковлевич. Рост колокольна, плечи касая сажень, ну, глаз, вы знаете, у него один, другой выбило пистоном, одноглазый великан. Зато какие сапоги, американские, рыжие, на крючках, и вооружение полное, и при том еще дробовик. — Зачем, спрашиваю, еще и дробовик-то носите? — А для потехи, — говорит. — Вот какой молодец. И годов шестьдесят с хвостиком-то. Мы подивились. Хозяин опять нам повторил, что мужественный человек свои годы красит, и продолжал свой рассказ о том, как заяц его сапоги съел. Случилось это ночью. Все уснули в избе. А русско-то вышел из-под печи и принялся работать над сапогами начальника. Что он там нашел себе, этот заяц русский, в том месте, где американцы своим способом соединяют голенище с головкой? За целую ночь заяц только и сделал, что начисто отделил голенище от головок. Русский заяц будто захотел понять, как надо шить сапоги на американский манер. Ну, конечно, и на головках, и на голенищах тоже выгрыз пятнышки, и вокруг сапогов за ночь наложил много орешков. По утру первая стала Авдотья Ивановна. Как глянула, так и обмерла. На глазах ее заяц кончал сапоги. И какие сапоги! Иван Яковлевич, разбудила она мужа. Погляди, заяц что сделал? Что такое заяц? Спросил спросонья муж. Сапоги съел, ответила жена. Открыл глаза спящий и не верит глазам. А русак шмык и подпечь. Ужаснулись супруги, шепчутся между собой, ахают, тужат. Чего вы там шепчетесь? Спросил начальник, не открывая глаз. Я не сплю. Батюшка, Филат Антонович, прости нас. Беда у нас в доме. Така беда, такая беда. Сказать страшно. Что? Немцы? Вскочил начальник, партизан, и схватился за ноган. Какие там немцы? Заяц, заяц родимый, погляди сам. Поглядел начальник своим единственным глазом. Головки голенища лежат отдельно, и вокруг пол усыпан заячьими орешками. Так это заяц мои сапоги съел? Так точно, батюшка, никто другой. Заяц съел сапоги. Вредная тварь, сказал начальник. И надел сначала голенища, потом головки. Концы же голенищ вмял под края головок. После этого оделся, умылся и зарядил дробовик. Ну, вызывай своего заяца на расправу, а то он и твои сапоги съест. Руська, Руська, позвал хозяин. И как невиноватый, заяц выходит, перебирает губами, глядит кругло, ждет узнать, для чего его вызвали. Партизан у него целится, и чуть бы еще партизан опустил ружье. Ты сам убей его, сказал он, мне что-то противно вручного заяца стрелять. После того поклонился хозяйке, поблагодарил, простился и вышел. А ружье так и оставил, на столе заряженное, с введенным курком. Значит, сообразил Иван Яковлевич, надо сейчас заяца убить, а ружье вынести хозяину. Ничего не стоило заяца убить, сидит на месте, ждет и что-то жует себе. Хозяин прицелился. Вдруг Авдотья Ивановна, бац, у заяца с печки валенком, Руська под печь. А хозяин весь заряд в печь влепил. Ты, баба, не глупая, сказал он, и с ружьем догонять Филата Антоновича. Убил, спросил тот. Слышали, ответил хозяин. Вредная тварь в доме, сказал Филат Антонович. А жалко чего-то. Никогда не было со мной такого на охоте. То ли, может, время такое. Сегодня ты заяца, а завтра самого тебя, как заяца. Ну, ладно, убил и убил. Больше он у тебя в доме не будет вредить. А ружье сам на память возьми от меня. Может быть, и не увидимся более. Помнить будешь меня? А мне теперь уже не до охоты. Прощай. И ушел. В тот же день немцы пошли в атаку. И полетели у нас из окон стекла. Со всеми своими наклеенными бумажками, с крестиками в елочку. Все бегут из деревни в лес. Кто с чем. А мы с женой, рассказывает Иван Яковлевич, дружно взялись за лопаты. Ямы у нас были уже заготовлены. Картошку, зерно. Все закопали. Утварь хозяйственную тоже зарыли. Кое-что взяли с собою, необходимое для жизни в лесу. Со скотиной чудеса вышли. У нас вся скотина. Коза да корова. Ну, конечно, скотина по-своему тоже понимает. Война. Прижались в углах. Трепещут. И не хотят выходить. Зовем, не слушают. Пробовали тащить. Сопротивляются. А уже не только снаряды рвутся. Начинают и пчелки свистеть-то. Пришлось бросить скотину. Самим бы спастись. И только мы со двора. Им без людей страшно. Они к нам. И выходят из ворот. Коза вперед. А за ней и корова. Да так вот и пошли в порядке. Коза впереди. Корова позади. А посередине заяц любимый. Так пришли мы в партизанский враг и заняли пустые землянки. Вскоре снаряды и бомбы со всех сторон весь лес нам изломали. Мы же сидим ни живы, ни мертвы в своих землянках. Недели две прошло. И мы уже и смысл потеряли. И не знаем даже немцы ли у нас в Меринове. Или все же наши держатся. Однажды утром на рассвете глядим. А краем оврага идет наш весь партизанский отряд. И впереди Филат Антонович. Весь ободранный. Черный лицом. Босиком. В одних американских голенищах. И на месте стеклянного глаза дыра. Живо омываетесь. Кричат нам. Немцы далеко. Деревня цела. Идите. Очищайте нам землянки. Мы, конечно, рады. Живо собрались. Идем в прежнем, так сказать, порядке. Коза впереди. Корово позади. У меня за плечами даренный дробовик. У Авдотьи Ивановны заяц. Стой. Любезный. Дивится Филат Антонович. Да не как это ты. Руська. И только назвал Руська. Заяц повернул к нему голову. И заработал губами. Я же велел тебе застрелить его. Сказал Кумачев. И ты мне соврал, что убил. Не соврал. Филат Антонович. Нет. Ответил я. Ты меня спросил тогда. Убил. А я ответил вежливо. Вы слышали? И ты мне. Да, слышал. Ай, ты плут. Засмеялся Филат Антонович. Нет. Отвечаю. Я не плут. А это вот она. Супруга моя. По женскому чувству. К домашней скотине. Валенком вруську. Он шмык под печь. А я весь заряд ввалил в печь. Посмеялись. Тем все и кончилось. После этого рассказа председателя Авдотья Ивановна повеселела и говорит. Вот ты бронила меня за ружье. Что не могла я. Баба понять. Нет. Сни мою вещь. А Руська? Не кинь я валенком. Ты бы по мужицкому усердию своему убил бы его. Баби Мумом, а все-таки лучше тебя, мужика, сделала. Ружье неоценимое. Нет, батюшка. Ружье вещь деловая, наживная. А заяц был и нет. И другого такого Руськи не будет. И никогда на свете такого заяца не было, чтобы охотнику ружье приносил.